Приветствую вас, со своей стороны мне бы хотелось сказать так, ну, наверное, самым лучшим ответом на ваш вопрос, это экспертская лидера дал вам рекомендации, и к ним обязательно стоит прислушаться. Во-вторых, то, что касается вот именно вашей проблемы, я бы обратил внимание на несколько важных моментов, которые, на мой взгляд, могли бы помочь вам решить ситуацию. Во-первых, были ли у вас когда-нибудь отношения вообще? Если были, то, соответственно, они, скорее всего, закончились, если вы обращаетесь к нам за помощью. Если ваши отношения закончились, то обязательно давайте попробуем определить, почему они закончились. То есть, что послужило причиной их окончания. Какие, ну, были проблемы у вас, какие у вас были трудности при взаимодействии с ними и так далее, при взаимодействии с мужчинами, я имею ввиду. Это все очень важно, именно вот в контексте того, о чем мы говорим с вами. Далее, какой опыт вы извлекли из того, что, собственно, с вами произошло? То есть, какой опыт для себя вы извлекли? Был ли у вас какой-то опыт вообще? Поняли ли вы для себя что-то из тех знаний, тех обстоятельств, которые с вами произошли? То есть, как бы, извлекли ли вы что-то новое для себя? Это первое. Это важный момент. Дальше, следующий момент заключается в том, что, по сути, вам нужно вот для начала, сперва, определить, что, собственно говоря, является, ну, как бы это сказать, что, собственно говоря, является для вас приоритетным в отношениях. То есть, чего вы сам хотели бы от отношений вообще? Как, собственно, вам и рекомендует коллега моя, лидер. Что вам хотелось бы в отношении вообще получать, иметь и так далее? Какого бы мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой? То есть, нужно намерить ориентиры. Ориентиры, надо сказать, не только в плане того, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой, но и в плане того, какую позицию вы сами хотели бы заниматься в отношениях. Ведь это тоже очень-очень важный момент, позиция. Какую позицию вам бы самой хотелось бы занимать с мужчиной? Какая позиция вам, например, ну, интересна? Какая позиция для вас представляет наиболее, ну, наиболее привлекательной? И так далее. И вот уже в зависимости от этой позиции, в зависимости от того, вот как раз, какую позицию вы выберете, вот точно в зависимости от этого, и вам нужно арестироваться. Ну, например, опять-таки, как правильно вам заметила эксперт-лидия? Если вы хотите выйти замуж, то это одно. Тут на первый план выступает расчет критерий мужчины в план финансовых каких-то моментов, в плане бытовых моментов, ну и так далее. То есть это вот, ну, нужно, это вот то, на что вам нужно обратить внимание для себя. Дальше. Предположим, что если вы хотите отношений по любви, если вы хотите отношений, ну, как-то, да, более чувственных, тогда важно, чтобы вы для себя определили вот этот момент. Момент, связанный непосредственно с тем, какое место вам хотелось бы занимать в отношениях. Потому что это очень важно. Если вы не знаете, какое место хотели бы занимать в отношениях, то вы и построить эти самые отношения просто не сможете. У вас, ну, не будет для этого ресурсов. И далее вам нужно понимать такую вещь, что мужчины в своей природе, это те существа, которые мыслят. Мыслят логически и достаточно предметно. Но, у мужчин есть такая не очень приятная может быть особенность, и скорее всего не очень приятная особенность, это больное самолюбие. Ну, то есть, как больное? Не больное самолюбие вообще. Нет, не в этом конкретике, конечно, я говорю. Оно более уязвимо, например, чем у женщин. Ну, это вот, ну, это точно нужно понимать, что когда и если вы общаетесь с мужчиной, то ни в коем случае нельзя, а лучше всего стараться не надеваться в мужской основе. И, в зависимости от того, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой, а я надеюсь, мы определились, что это очень важно определить, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой. Так вот, в зависимости от того, какого мужчину вы хотели бы видеть собой, вам нужно показать, что вы можете дать ему то, что ему нужно. То есть, например, сильный мужчина, да, мужчина-лидер, хочет, чтобы вы, допустим, словно говоря, во всём ему подчинялись, например. Сильный мужчина хочет, чтобы вы там во всём его слушали, да, сильный мужчина хочет решать всё сам. И здесь понятно, что если вы будете, точнее, не будете давать ему возможность решать всё самостоятельно, то будут проблемы. Потому что, ну, мужчина не будет получать то, что ему хочется, то, что ему нужно, то, что он считает для себя важным и откуда взяться хорошим отношением между вами. Если вы выбираете мужчину другого, например, по спокойнее, по, там, помягче, да, по, ну, демократичнее в плане отношения к женщине, то, соответственно, у него другие желания. Смотрите, как мужчина себя ведёт. Смотрите, что мужчине нужно, смотрите, что мужчине нравится. И вот именно то, что ему нравится, то, что ему хочется, то, что вызывает у него интересное наслаждение, и вы прямо видите, чувствуете, как он, ну, ощущает себя комфортно и здорово рядом с вами. Вот если вы это видите, чувствуете и ощущаете, то как раз-таки именно это всё и даст вам ту самую возможность сблизиться с мужчиной. Но, естественно, у вас это не получится, если вы будете, не будете обращать на это должного внимания. Соответственно, вам также необходимо, чтобы ваши интересы совпадали. То есть, чтобы вам открыло как можно больше тем для разговоров. Вам нужно, чтобы вы сами вели себя так, чтобы, ну, чтобы ваше поведение как можно более полно, ну, желательно более полно, чтобы, желательно, чтобы ваше поведение более полно раскрывало бы вас. То есть, чтобы ваше поведение было таким, чтобы вы прямо чувствовали, что это вот вы, что это вы ведете себя естественно, что вы являетесь сами собой, и что вы поступаете и действуете так, как вам нравится, как вам хочется и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это вот тоже достаточно важный момент в данном случае. И если модель женского поведения своего вы не знаете, и эта модель женского поведения это то, что заставляет вас, ну, понервничать, то, что заставляет вас как-то затрудняться, в общем, с ответом, то модель поведения нужно будет просто вам, на мой взгляд, правильно подобрать. То есть, подобрать такую модель поведения, которая бы вас целиком и полностью бы, например, устроила. То есть, в принципе, в этом сложности нет никакой. Вам нужно просто представить себе, какой бы вы хотели себя видеть, какой бы вы сам себе нравитесь и стремиться к этому. И, соответственно, если вы начнете к этому стремиться, то, скорее всего, обнаружатся некоторые блоки, которые не позволят вам это делать. Обнаружатся некоторые препятствия на пути к этому. И если эти препятствия действительно будут, то вам просто-напросто нужно подумать, что есть эти препятствия, что они из себя представляют и почему. То есть, какова природа этих самых препятствий. Это вот еще один важный момент. Что мечтать. Далее. Если вы не знаете, как себя вести, если вы не можете назвать модель своего женского поведения, то тогда, при отсутствии четкой модели поведения, необходимо выбрать ту модель поведения, которая вызывает у вас наибольшую симпатию. То есть, это либо какая-то актриса, может быть, это телеведущая, может быть, что-то еще вы сами там для себя подберете. То, что вам нравится, то, что вас устроило. Ну и вот, собственно, исходя из всего этого, вы постепенно подберете модель поведения, будете ей следовать, и я думаю, что ваша проблема потихонечку решится. Но важно понимать, что при переносе модели поведения чужой на себя всегда возникают такие некоторые, ну, я бы сказал, знаете, казусы. Возникают казусы, связанные с тем, что какие-то аспекты могут вам не нравиться. То есть, вы можете сказать, например, вот, я вот перенимаю модель поведения, да, перенимаю модель поведения, а мне вдруг, вот, знаешь, что-то не нравится в этой модели поведения. Вот, я чувствую, что это, да, вот, не мое. И что же мне делать, делать так тогда? Можете задать в их выезд такой вопрос. Что же мне, там, например, терпеть это или что? Или себя насильно заставлять, принимать то, что мне не нравится. И здесь очень важная тонкость. Дело в том, что не нужно, ни в коем случае не нужно насильно себя заставлять принимать то, что вас не устраивает. То есть, если что-то вам не нравится, то, соответственно, нельзя это принимать. Напротив, это очень здорово, что вы увидели какую-то вещь, в которой вам не понравилась принимаемая модель поведения. Если она есть, значит, вы, как раз таки, и начали процесс образования своей индивидуальности в плане женской модели поведения. Ну, это здорово. То есть, это даже полезно. Полезно не принимать какую-то, какую-то часть, можно сказать, той модели поведения, которую вы выбрали для себя в качестве идеала. Это правильно, полезно и верно. Вот, в принципе, то, что, наверное, можно вам сказать, исходя из тематики вашей проблемы. Конечно, можно разбирать еще и детские родительские отношения, можно посмотреть, как бы, ну, может быть, там есть какие-то тонкости, которые не позволяют вам быть с собой. Может быть, имеют место быть некоторые страхи, сомнения, неуверенность в себе. Тогда с этим всем нужно будет работать отдельно. Я надеюсь, вы это понимаете. Так диагностировать не представляет возможности, какие-то, ну, отдельные виды ваших проблем. Ну, самое основное я вам, в принципе, дал, и теперь вам нужно лишь только воспользоваться этим, либо для себя определить ваш это или нет. Соответственно, если что-то в этом важно, то принять на вооружение и, собственно, использовать своих целей. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok